Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня в игре появляется новый прем, линкор Содружества 7 уровня, Yukon, который можно приобрести за цену от 9800 дублонов. В этом видео я помогу вам понять, что это за корабль и стоит ли он затрат. А с вас подписка, лайкосик и поддержка. Про Yukon я уже делал видео на этапе его разработки, с тех пор у корабля мало что изменилось. Но зато теперь можно делиться впечатлениями от геймплея. Я сыграл сегодня еще парочку боев для обновления ощущений и мое мнение по кораблю окончательно сформировалось. Итак, Yukon внешне представляет собой Монарх, британский линкор восьмого уровня, переведенный на седьмой уровень без изменения количества ХП. То есть, как и у Монарха, у Yukon 60500 очков боеспособности. Но корабль претерпел ряд других изменений, которые незаметны внешне. Во-первых, Yukon выдают суперхилку, то есть ремонтный дивизион, который при полной раскачке с перком и флажком способен восстановить за один раз до 31944 ХП, то есть 52,8% боеспособности корабля. И в процентном отношении это в точности столько же, сколько восстанавливает конкерер, тоже 52,8% за одну хилку. Но чтобы не было слишком круто, в одном из недавних балансных обновлений Yukon ослабили способность восстанавливать белый урон 75, как у конкерера, до 60, как у выведенного недавно из продажи Нельсона. То есть на уровне больше нет других кораблей в продаже с такой мощной хилкой. Помимо конской хилки, у Yukon еще и конская же маскировка, то есть как у коня, как некоторые любя называют конкерер, только еще лучше, 11,5% в полной прокачке. Это лучше, чем у конкерера и тундры. Таким образом, мы имеем очень крутое сочетание суперхилки и шикарного инвиза. Но чем платим за все это добро? Во-первых, броня у нас так себе. Впрочем, не хуже британцев 7 уровня, таких как прокачиваемый Кимф Джордж или даже премиумный Дюк оф Йорк. То есть там мы увидим те же 26 мм. Второй недостаток. У нас урон главного калибра поменьше, чем у Монарха и других британцев, а фугасы не такие ядерные. То есть можно сказать, что фирменных британских имба-фугасов у нас вообще нет. Ну и в целом ДПМ наших 9 орудий с перезарядкой 31,5 секунды, не сказать, чтобы был существенно меньше остальных линкоров 7 уровня, но он явно ниже среднего. Зато точность довольно приятная. Не снайпер, конечно, но и дробовиком этот линкор я бы не назвал. Сигма у орудий 1,9. Но есть существенный недостаток. Это дальность стрельбы всего 15,7 км. Правда, у нас есть корректировщик, который может временно частично решать эту проблему. Но все равно дальности стрельбы, конечно, нам будет не хватать при обычном стиле игры. Поэтому тут явно подразумевается, что за счет своей рекордной маскировки мы сможем подходить к целям ближе, а за счет суперхилки не так страдать в ближнем бою. То есть подошли, влили урон, отсветились, отхилились. По итогу и по ощущениям в боях выходит следующее. Что касается орудий, они довольно приятные. Бронебойные снаряды стабильно выбивают урон не только в борта, но и в ром по надстройкам. Редко сквозят. Перезарядка долговатая, конечно, и это ощущается. Маскировка просто супер, что дает большой простор для всевозможных тактик, как более рискованных, так и осторожных, по ситуации. Но вот общая живучесть все равно, даже с учетом суперинвиза и суперхилки, не особо-то радует, так как линкор довольно быстро теряет боеспособность даже белым уроном. И если в начале боя суперхилка лечит реально круто, то затем ее сила ощутимо уменьшается из-за восстановления только 60% белого урона. И тут проблема Юкона не столько в нем самом, сколько в засилье, даже на седьмом уровне, довольно мощных и пробивных линкоров типа Синопа, которые вертят нас как хотят. Я бы сказал, что по ощущениям Синоп без суперхилки ощутимо более живучей, чем Юкон с суперхилкой. Конечно, Юкон помогает себе маскировкой, но на седьмом уровне боев от линкора требуется другое – возможность продавливать фланги, а не прятаться. Тем более дальности для настрела издалека у нас нет, ядерных фугасов тоже. И вот мы завязываемся в бой и быстро отгребаем, и остается только надежда на отсвет и хилку. В общем, несмотря на все довольно яркие достоинства Юкона, тот же Синоп мне нравится больше. Некое воподобие моего любимого конкерера, но на седьмом уровне, из Юкона не вышло. И дело не в фугасах, так как на конкерере я как раз люблю играть от ББшек. Дело в том, что по совокупности всех факторов, конь из своих суперхилки и инвиза нажимает гораздо больше реальных геймплейных преимуществ, чем Юкон из своих. А других интересных фишек, вроде расходника на перезарядку ГК или Торпед или Убер ПВО или чего-нибудь еще интересного, у линкора нет. В итоге Юкон вполне достойный и приятный линкор уровня выше среднего, но в моих глазах он не зажег. И в бои седьмого уровня я бы лучше выбрал ряд других линкоров, которые могут круто тащить и дерзко нагибать. То есть все, как я люблю. Надеюсь, эта информация поможет вам принять свое решение. А в ответочку вы поддержите канал через донатку или спонсорство. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в фильме. С вами был Суперджедай.